Нам с детства знакомы пронзительные строки и стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Оржевом» в безымянном болоте, в пятой роте налевом, при жестоком налете. В официальной и послевоенной историографии Ржевской битвы не было. Ожесточенные бои 1942-1943 годов вокруг старинного русского города были вписаны в другие битвы и операции Красной Армии. Но народная память имеет свое измерение и свою хронологию. В Музее Победы состоялась презентация книги «Ржев-42-43. От Марса до Бюфеля», в которой описываются события того времени. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Команда из редакторов и историков в своей работе «Ржев-42-43. От Марса до Бюфеля» впервые в отечественной истории описали сражения за Ржев и Ржевский выступ, продолжавшиеся длительные полтора года. В книге представлены уникальные материалы и документы противоборствующих сторон. Все выгребли из гарфа, из военного архива. Все, что можно было сделано, все нанесли. В свою очередь экспертное сообщество сможет в полной мере воспользоваться плодами работы авторского коллектива в своих будущих исследованиях. А широкая аудитория, состоящая из энтузиастов и любителей военной истории, восполнить пробелы в своих представлениях о значимых сражениях Великой Отечественной войны. Дать читателю возможность понять, что же происходило, что происходило на Ржевском выступе, какие конкретно бои там происходили, кто в них участвовал. Мы дошли до уровня роты и даже каких-то отдельных расчетов, танков, экипажей и так далее. В конечном итоге эта работа позволит не только уточнить цифру посерь, но и расскажет о героизме наших предков. Покажет, что несмотря на трудности, страна монолитным фронтом шла к победе. Сегодня это важно как никогда.